Российский холдинг «Бакулин Моторс Групп», который известен как производитель автобусов и беспилотного транспорта, представил собственный вездеход. Он будет выпущен под торговой маркой «Волгобас» и продемонстрирован на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня 2019 года. Подробностями об истории создания и возможностях вездехода поделился глава холдинга Алексей Бакулин на по его словам, идея создания автономного вездехода возникла во время арктической экспедиции. На разработку ушло два года, на официальном сайте «Волгобас» пока на производственных территориях и в городах беспилотность по-прежнему серьезно ограничена, мы выходим на бесконечные просторы оффроуда, где можно испытать технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, объяснил Алексей Бакулин. Производитель уверяет, что благодаря огромным колесам с минимальным давлением на поверхность, машина способна передвигаться по снегу, льду и даже по воде, при возможности закрепить прицеп, вездеход может преодолевать преграды высотой до 1,6 метров и проходить через расщелины шириной до 2 метров. Ожидается, что машина будет проводить разведку местности и доставлять грузы в труднодоступные места за полярным кругом. Дибридная силовая установка состоит из дизельного и электрического двигателей. Энергии литиевых батарей хватает на час езды, но при включении двигателя внутреннего сгорания длительность увеличивается до 120 часов. Как и говорилось выше, благодаря всевозможным сенсорам и программному обеспечению, вездеход способен передвигаться по сложным местностям самостоятельно. Разработки холдинга Бакулин Моторс Групп время от времени мелькают в новостях. Например, в 2016 году он представил. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.